МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Архитектор Николай Никитин в 1960-х поразил мир строительством 540-метровой Останкинской телебашни и по сей день самого высокого строения Старого Света. За год до окончания этого проекта Никитин и инженер Владимир Травуш получили заказ из Японии. Корпорация Митсусиба предложила советскому тандему построить в стране восходящего солнца небоскреб высотой 4000 метров. Внешне это гигантское строение походило бы на четырехъярусную стальную сетчатую конструкцию с конической несущей оболочкой. Высота одного яруса составляла бы 1 километр, а диаметр основания здания достигал бы 800 метров. В этом небоскребе планировалось поселить 500 тысяч человек. В 1967-м башня была окончательно спроектирована. Японцы хотели пригласить на острова Никитина, но командировку заблокировал советский госстрой. Началась неразбериха. Сначала японцы запросили уменьшить высоту небоскреба вдвое, до двух километров, а потом и вчетверо, до 550, что на 10 метров выше Останкинской телебашни. В январе 1969-го проект был заморожен без объяснения причин. Скорее всего из-за того, что он серьезно опережал время. 4 километра ввысь для 1960-х – это чрезвычайно амбициозно, но при этом очень высоко. Ведь сегодня, когда на дворе уже давно 21-й век, рекордсмен по высоте среди небоскребов дубайская башня Бурдж-Халифа не дотягивает и до 900 метров, то есть она в 4 раза меньше небоскреба советского происхождения, который едва не построили на японских островах.